Томятся, значит, их душеньки, так и стонут под гатью, так и стонут. Я сам туда ходил, слышал, старый граф этак глухо стонет, постонет и перестанет, постонет и перестанет, а молодой громко точно плачет, ей-богу. Страшно. Страшно. Да тихо ты! Я сам не видел это кино, но пацан один видел, он рассказывал. Это фильм ужасов. Там пацан один шел в ночной клуб, а попал в библиотеку. Он перепутал, он входит в ночной клуб, он думал, это ночной клуб, а там мертвая тишина. Тишина никогда бывает, когда, говорят, пиво кончилось. А вообще мертвая тишина. Это называется читальный зал. Он потом узнал. Ни бутылок нигде, ни одной иглы. Все читают. Он хотел уйти, а забыл, где выход. Выход, где он входил, это вход. Где выход, он вообще никогда не знал. И пацан растерялся. И он со страха, а может, съел чего-то. Короче, к нему подходят, говорят, тише вы, пожалуйста. А он вообще ничего не говорил. Он съел чего-то. Он не хотел шуметь. Пацан, который кино видел, говорит, они подошли, и у него прямо ужас в глазах. Волосы дыбом и судороги по всему телу. И он решил, надо бежать или притвориться мертвым. Он решил притвориться мертвым. Он упал на пол, как мертвый, и пополз, куда глаза глядят. Он ползет, думает, меня никто не видит. А его видят все, а не все в очках. Он полз, полз, обернулся кругом одни очки. А остановился, и раз, под ним лужа. Пацан, который кино видел, говорит, я думал кровь. Сколько крови в нем. И он обделался, пацан, который кино видел. И тот обделался, который заполз в библиотеку. Они оба обделались. Он, когда мне все рассказал, я тоже обделался. Мы втроем обделались. Наверное, это кино выдвинут на Оскар. Пацан, который главный герой, говорит, не убивайте меня. Я все это прочитаю. Они ему говорят, ты не умеешь читать. Но он умел. Он взял книгу и прочитал название. И все увидели, как хорошо он читает по слогам. Он обрадовался, думал, вау, я спасся. Но это было не вау. Его подняли на ноги, но он плохо стоял на ногах. Он все время падал на голову. Его отнесли в комнату этажом ниже. На комнате было написано заведующая. Он остался один на один с заведующей. Заведующая самое главное там. Она в очках уже ничего не видит. Она подходит к пацану. Он смотрит, у нее ни в носу, ни в зубах, ни в пупке ничего нет. Ни булавок, ни гвоздей. Пупка вообще не видно. Страшила такая подземная. Пацан заплакал, хотел спрятаться. А негде, там везде одни книги. И тут заведующий наклоняется над ним и говорит человеческим голосом. Учиться надо. И раз под ним лужа. Пацан, который кино видел, говорит, я думал, это кровь. Целая лужа крови. И он обделался. Пацан, который кино видел. А тот, который заведующую близкую видел, он тоже обделался. Они оба обделались. А я хотел обделаться, но не смог. Короче, она наливает ему отраву в чашку и говорит, пей. И он выпил. Он уже не хотел жить. Но это оказался зеленый чай. Но он не знал, что это зеленый чай. И обделался. Короче, пацан этот свихнулся. Его все время потом к вечеру тянуло в библиотеку. Особенно в полнолуние. Сперва ему там велели прочитать Муму. А он прочитал всю книгу за неделю с небольшим. Сам прочитал. Ничего не понял, конечно. Очень сложно для него. Но он заразился читать. Потом сам стал писателем. Современным. Даже написал стихотворение. Хорошо в библиотеке. Дальше еще чего-то. Крыша у него перекосила. И он стал носить очки. Пока без стекол. Короче, пацаны, надо учиться. Учиться и учиться. Не то крышу снесет окончательно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...